Всем привет, друзья! Компания Мангуст Автотранс приветствует вас в качестве своих пассажиров. И как всегда, наши тарифы неизменны. Проезд стоит 1 лайк и проездной билет на все поездки, ребята, это подписочка на канал. Так что обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, заваривайте себе чаеху, там делайте бутеров, ребята, поездочка сегодня будет интересненькая. Вот, кстати, самый главный атрибут забыл, ребята, я сегодня, видите, сразу что-то начал без кепочки. Вот такая вот у меня шоферская кепочка, сейчас ее оденем. Вот, прибавит нам плюс 10 к заработку, в общем. Ребят, как вы помните, автобусы я на самом деле снимал очень-очень давно. Это было, наверное, месяцев 9 назад, перед моим таким уходом, грубо говоря. И многие в комментариях там под фермой, под ЕТСкой писали, давай уже автобусы, ребята, делаем автобусы. Знаю, что многим интересно, поэтому делаю. Вот, мне самому на самом деле очень интересна эта игра, блин, и не мог я не вспомнить вот этот пазик, на котором мы зарабатывали деньги. Есть еще рестайлинговый пазик. Вот, ребят, не знаю, сейчас немножко такое отлучение, как по звуку, потому что у меня Артемка спит в соседней комнате уже вечер, записываю. Вот, надеюсь, все будет хорошо слышно. Это не как на ферме, я на ферме мог вот так вот говорить, поэтому, да, без вебки тут как бы не особо удобно, нужно следить. Поэтому, ребят, надеюсь, со звуком все будет ок. Вот, и я обещал, последняя серия была по автобусам, что мы с вами, точнее, купили. Я, кстати, думал, что я на нем прокатился, а нифига, ребята. Мы купили вот этот замечательный ЛАЗ. И давайте поработаем на нем. Это, если не ошибаюсь, ЛАЗ это львовский автобусный завод. Если я не прав, то поправьте меня, но автобус действительно легендарный, ребята, просто легендарный. А если, знаете, что я вот думаю? Я, наверное, в следующих сериях вот почитаю в Википедии какую-нибудь историю вам буду рассказывать про автобусы. Если ты согласен, вот такие вот серии поучительные. Что-то меня прям потянуло, знаете, на такое поучительные какие-то серии. Не знаю, вот, наверное, из-за того, что я смотрю детские мультики, вот с Артемом, бывает там, и вот там все учат. Что-то мне прям тоже поучительное такое захотелось. Ребят, так что, если вы хотите вот такие вот поучительные истории про автобусы, то обязательно пишите в комментариях. Вот, тем более вы же знаете, что я практически стараюсь каждому ответить. Мне очень приятно, особенно когда ролик выходит, почитать комментарии. Ладно, сейчас будут многие писать, что хватит болтать. Ну что, ребятки, давайте выбираем автобус. Вот, тюнинговать я его не буду, может быть, в следующих сериях никак не потюнингуем, а то действительно уже... Хотя, почему нет? Подожди, давайте посмотрим просто, что есть. Шторки, фары. Ну, фары можно поменять, смотрите. Только я забыл, как назад вернуть. А, вот, типа мы показали. Ну, пусть, ладно, пусть стандартные будут. Так, передние... Ой, это мне не нравится. Передний люк мне не нравится. Так, что с дверями у нас тут? А, двери уже у нас стоят автоматически. И вот раскраски зеленый и красный. Вот такой вот в фильме как раз снимался. Ну что, друзья, теперь, наверное, настало время выбрать наш сегодняшний маршрут, по которому мы будем развозить пассажиров. И, как я уже говорил, в игре произошло много изменений. И вот одно из изменений, которое можно наблюдать вот в меню, ребята, это свои маршруты. То есть, теперь вы можете создавать свои маршруты, так же, как вот в игре BAS Simulator 18, да, то же самое. Вот мы просили, я просил разрабов, и другие игроки наверняка просили тоже, чтобы добавили свои маршруты. Они, наконец-то, сделали. Ребята, вам огромный лайк, спасибо. Вот, добавьте еще побольше тюнинга автобусам, реально. Тюнинг заходит всегда, поэтому тюнинг нужен. И даже можно его немножко подороже сделать, чтобы ребята реально копили на это дело. Вот, я создал специальный, ребят, сегодня маршрутик. Он небольшой. Начнем мы от автостанции и закончим тоже на автостанции. Вот, такое вот кольцо сделаем небольшое. Поэтому, ребята, давайте не будем долго затягивать. О изменениях, которые произошли в самой игре. Вот, я все их точно не знаю, но давайте вот просто по мере того, как будем ехать, я вам буду рассказывать то, что я заметил. Так, давайте, ребята, пускаем двигатель. Кстати, послушайте, как он пускается. Звук просто вообще песни. Прикольный такой, прям очень атмосферненько. Если вы еще, кстати, лайк не поставили, обязательно ставьте. Мощь, мощь советская. Ну что, ребятки, давайте начнем. Зарабатывать денег. Время у нас 17.32. Время такое хлебное. То есть, пассажиры после работы. То есть, им нужно поехать домой. Поэтому, как бы, я так думаю, что пассажиров будет в достатке сегодня у нас. То есть, автобус, мне кажется, будет полным. Но вот, мы уже можем наблюдать. Сейчас мы подъехали на автостанцию. Здесь уже, я бы сказал так, прилично людей. Но, почему вы все без маски? Где маска? Ребят, это город Серпухов, если кто не знал. Вот, Подмосковье у нас... Я сам с Подмосковья. У нас закон о ношении масок. И поэтому, мне кажется, нужны маски пассажирам. А они без масок. Совсем офигели. Так, пропускаем таксиста. Блин, игра вообще огонь. Я вот реально, ребят. Иногда я просто захожу в эту игру и катаю. А, кстати, я не показал. Кто заметил? Там был еще один маршрут у меня. Для зарабатывания денег. Что это был за маршрут, ребята? Это просто маршрут практически по всему городу. Я ставлю самое пиковое время для заработка. Это 8 утра. Ну, 7... Блин, пешеход не пропустил. Но я уже на пешеходнике. Он что там врежется в меня? Нет, интересно. Подождите, мне прям интересно посмотреть. А, нет, он подождал. Так, поворотничек сюда. Вот. И там маршрут по всему городу. Это я просто, когда нужно заработать денег, я вот... Вот так вот беру и просто катаюсь по городу. Потому что, ну... Кстати, я вот что хочу сказать. На самом деле, подмосковные города... Они похожи. Они похожи. А на самом деле, они очень похожи. Вот я катаюсь сейчас по Серпухову. Ну, у нас вот мой город, ну... Практически, ну... Ну, то же самое, господи. Ну, они все похожи. Подмосковные эти города. Так, знаете что? Единственное, нужно... Я отвык от автобусов. Отвык вообще вот от этих... Игр давно не снимал. И надо помнить, что сзади меня... Я не как на легковой еду. Что сзади меня еще там метров шесть. Техники. Какой шесть? Ну да, метров шесть где-то. Я не понимаю, почему вы все лезете сзади? Ну, спереди же дверь открыта. Давайте вот так сделаем. Закроем. Сейчас они пойдут вперед, и мы тут... Опа. А, я думал... Блин, неправильно сделал. Хотел эту открыть, ту закрыть. Не получилось, что-то я неправильно сделал. Ну, ладно. Надо, наверное, просто более ровнее останавливаться на остановках. Кстати, знаете что, ребят? Следующая остановка у нас... Школа. Да? Или улица Крупская. А следующая остановка улица Крупская. Мы, кстати, немножко опаздываем. Нужно... Нужно нагнать. Вот. Я думаю, пребудем вовремя. Знаете мне, что понравилось? Я вот читаю комменты сейчас вот по бас-драйверу. Вот симулятор вот эта 19. И, оказывается, смотрят реальные меня водители автобуса. Там про пазик писали. Вот. Про... Этот. Господи. Дай бог памяти-то. Вот про этот. Ну, про пазик. Только старый пазик писали. Про сам пазик. И про вот эти спринтеры. Мерседес. Я же на спринтере тоже катал. Здесь... Блин, это очень прикольно на самом деле. Блин. Вот. Кто-то, конечно, грубо пишет. Кто-то грубо там. Ты там ничего. Ну, блин, ребят. Это же игра. Я же прям не буду тут... Ну, не смогу тут прям так все сделать. Поэтому кто пишет по-доброму, понимает, что все прекрасно. Тем огромный респект вам. Водители автобусов. Сейчас вам на самом деле очень сложно. Нынешняя ситуация. Не знаю, блин. Мне кажется, вы больше всего так с людьми, грубо говоря, контактируете. Ну, в замкнутом помещении. Поэтому, ребят. Мужики, держитесь. Крепитесь. Вот. На самом деле профессия такая. Сложная, ответственная. Представляете, да? Грубо говоря, какой пассажиропоток. Сколько вот... Какая ответственность на нем. На водителя. То есть, на самом деле, эта профессия такая сложная. Поэтому респект вам, мужики. Вот. Поэтому мы... Тоже нам это дело нравится. Мы вот катаем, так сказать, виртуальном. Тут все попроще. Много ошибок можно себе простить. Кстати, вот уже я заметил несколько... Про пассажира, да? Мне кажется, раньше пассажиры не... Ну, блин, пассажиры-пешеходы. Когда давно я играл, пешеходов не было. И поэтому я очень удивился сейчас пешеход. То есть, я прям даже не сориентировался. Поэтому я даже не ожидал, что он пойдет. Вот. Это одно из нововведений. И вот сейчас я прям могу с лету сказать, что автобусов, то есть, конкурентов на дороге тоже не было. А тут, смотрите, пазики. Я уже вижу два пазика. Спринтер вон там впереди. Мерседес. Что еще? Вот Лиаза есть. Если не ошибаюсь, были, да? Ну вот, я не знаю. Я пока тут... Сейчас вот смотрю, что я могу заметить. Поэтому, блин, на самом деле прикольно. То есть, уже живенько так смотрится. То есть, уже трафик такой прям... Как, ну, такой прям интересный. То есть, уже интересно, на самом деле. И так было интересно играть. А сейчас это все тут находимся в таком, как бы... Окружении таком крутом. Блин, я на самом деле очень люблю эту игру. Прям, прям вот... Ах, молодцы. Я еще знаю реально разработчиков вживую. Ну, как, лично, да? Я был на Игромире, когда их там видел. Вот, пообщались. Мы так немножко очень такие... Бравые ребята, кстати. У нас тем временем остановка школа. И я что хочу сказать, ребята. Я сейчас там тут заметил. Вы посмотрите. Вот, даже не буду пока дверь открывать. Ребят, ну это зауч. Я вот вспомнил просто своего зауча. Мне кажется, это реально зауч. А это какие-то алкаши сзади. То есть, это, посмотрите, она даже садится отдельно от этих алкашей, которые... Ну, сзади китерок тоже, походу, прибухнул после... Прямо реально какая-то такая училка, знаете? Прямо вот реально. Именно училка. Конечно, сейчас... Школьники у нас не учатся. Блин. Я не пойму тут. Ручник так. Автобус должны пропускать. Но это Россия. Это Россия. Вот там вот уже. Кто заметил... А, вы не видите? А, видите, видите зеркало. Там челик хотел вылететь. Блин. Но я бы ему сейчас вылетел. Я бы ему сейчас вылетел. Всю бочину бы там бумер, если не ошибаюсь. Хотел пролететь. Следующая остановка, уважаемые пассажиры, улица Лермонтова. И мы, кстати, на нее опаздываем. Опаздываем мы на минуту. Ну, потому что я так... Вальяжненько еду на самом деле. Так, здесь надо прям... Угол прям очень такой большой брать. Потому что там стояла легковушка. Я мог ее задеть. Ну, вроде все нормально прошло, кстати. Профессионально зашел в поворот. Может быть, слишком быстро, конечно. Пассажиры не ожидали. И что, дадут нам штраф или нет? Интересно. Мне прям интересно. Да. Дали штраф. Кстати, а вы написали, сколько мы сегодня заработаем? Предполагайте, ребята. У нас уже 1024 рубля, если не ошибаюсь. А, почему-то... А, меньше. 800. Штраф же дали. Так что напишите ваши варианты, сколько мы сегодня заработаем, ребятки. И обязательно напишите, какие автобусы вы хотите, чтобы я больше снимал. Вот. В игру добавили еще один современный автобус. Это Лиас, если не ошибаюсь. Такой вот. Который сейчас ездит по всем подмосковным городам. Ну вот. Его я обязательно сниму. И просто напишите, какие бы автобусы вы хотели чаще видеть. Ну, я могу предположить, что, конечно, вы напишите пазики. Ну, на самом деле, пазики я тоже очень люблю. Здесь я с вами, так сказать, солидарен. Пазики я люблю. Блин, знаете, что не хватает? Вот такую бы штучку. Если не ошибаюсь, как она? Track Ear называется. На голову одеваешь. И вот ты можешь смотреть. Она бы помогла. То есть, вот. Не мышкой крутить. Видите, у меня рука уходит на мышку. Хотя можно вот, знаете, что я подумал? Может быть, мне какую-то приблудусть сюда сделать, чтобы вот тут мышка была. Стол продлить. Кстати, может быть, действительно попробовать сделать. Что-то сейчас идея на видосе возникла. Вот все, штраф. То есть. Кстати, вот тут удобно будет. Мышкой я буду вот, вот, считай, вот на этом уровне где-то она здесь будет. Нормально. Можно попробовать. Не знаю, посмотрю. Тут надо что-то прикручивать будет. Саморезами. Вообще, хочу, конечно, переделать свое рабочее место, потому что я бы не сказал, что это прям такое рабочее место ютуберов. Если вот по чесноку, то знаете зачем? Вот. Зачем, точнее. Зачем это, правильно? Зачем я сижу за столом? Ну да, зачем? Что-то я прям зачем как-то. Вот. У меня стол такой. Я думаю, он был абсолютно у всех. Угловой компьютерный стол. Две такие ниши под диски. То есть у меня просто все стандартно. Кто-то думает, конечно, что у меня там мега там супер-пупер рабочее место. Нет, ребята. Я... Все по-простому. Все по-простому. Все от души. Все для вас. Так сказать. Чтобы снимать нормальный контент, достаточно просто быть самим собой. Вот и все. Так, ну что. Едем мы дальше, ребят. Следующая остановка у нас по требованию. Очень интересное название. То есть, так понимаю, и будет, наверное, да, даже остановка. Да, вон там вдалеке видно уже остановку. Странно, интересно, почему такое название по требованию? Нет, ну понятно. Я вот... Для меня остановка по требованию это... Кстати, очень неудобное правое боковое зеркало. Для меня остановка по требованию это когда, допустим, попросили остановиться тут, да, там, там, тут, вот. А тут вроде как остановка, и она по требованию. Странно. Блин, я что-то дико опаздываю, ребят. Работаю сейчас. Работаю только вот на этот штраф 150 рублей, блин. Давайте быстрее выходите. У меня, блин, и так время поджимает. Сейчас резко прям стартанем, заднюю закрываем. И поехали, 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 поехали. Оп. Так, 43 минуты уже, а следующая остановка у нас на... Давай, давай. Только не красный, блин. Горгаз. Уже не успеваем. Ну, если бы зеленый был, я бы прям втопил. Черт. Ну, давай, давай. Быстрей. Сейчас, наверное, пешеходом загорится, да, зеленый? Да. Пешеходы идут. Так, ну ладно, пока, ребят, за ваше здоровье. Выпьем водички. Нет, за рулем не употребляю. Мне кажется, просто кто-то уже там написал. Ты что, за рулем пьешь? Нет, ребят. Чисто водичка, только водичка. Ну, максимум квас. Это максимум. Машина так припаркована, так, знаете, пролетаешь так на автобусе. Все-таки не чувствуешь немножко правую сторону. Я вот в данном случае не чувствую. Вот опасненько так думал, сейчас задену. Так, 44. Опоздали, грубо говоря, на секунд 10. И что же, дадут штраф? Нет? Нет. Успел. Успел, блин. Красава. Ставь лайк. Манглст успела. Фух. Хоть штраф не дали, блин. Фига, такой чувачил вообще борзый просто. Опять все без масок, ребят. Полный автобус. О, чувак, идет радостный. Вообще веселый такой просто. Тяпнул, наверное, где-то. Так, что, отправляемся в поворотничек обязательно, чтобы люди знали, что я отъезжаю. Следующая остановка торговый центр Кишмиш. И мы будем заканчивать маршрут. Так, топим на все бабки, ребята. Прям выжимаю сейчас, сами видите, 48 секунд. А я так понимаю, что максимум я могу приехать до 10 секунды, чтобы не дали штраф. Поэтому сейчас топим на все бабки. Единственное, что врезаться не надо, потому что авария снимает 200 рубликов. А вот опаздываю, когда опоздаешь на остановку, 150. Поэтому лучше все-таки я опоздаю. Я думал как-то проскочить вот так вот. Не, лучше уж опоздаю. Включаем поворотничек. Нехрена тут народу. Знаете, у меня такое чувство, что это не народ, а просто деньги. О, штраф не дали, ничего себе. Вот это да. Нормаз. Давайте, залазьте. И опять вот... А, не, я думал опять все в переднюю дверь ломятся. А нет, они вроде как разделились. Молодцы. Что по времени у нас? 45 минут. Нормально. Так, переднюю закрываем, закрываем поворотничек. Поехали. Следующая остановка, уважаемые пассажиры. Автостанция. Конечная. Автобус дальше не идет. Так что, если кто еще не передал лайк за проезд, я забыл вас предупредить. Но я вначале сказал, ну мало ли. Кто еще едет с зайцем, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. Если тебе нравится автобусная тематика. И пазик сбил по ходу пешехода. Сбил. Я не... Блин. Резко. Да, это было резко. Согласен. Ребят, если кто сейчас, обязательно перемотайте, посмотрите. Сбил или не сбил все-таки. Мне кажется сбил. Или прям прошел. Ну, с зеркалом, по крайней мере, мне кажется, он снес его. Почему не? Кстати, смотрите, что прикольно, да? Вот тут. Даже мой созданный маршрут, он все равно показывается. То есть, автостанция, там улица Лермонтова, автостанция. То есть, главное. И мы заработали сегодня, ребята, 1630 рублей. Ну, вполне себе прилично. Блин. Я реально кайфую от этой игры. Надеюсь, вы тоже, ребята. Вот, если нравится автобус, обязательно, ребята. Поддерживайте, пишите комментарии. Ставьте лайки. Хотя, я знаю, мои зрители, они на самом деле... Так, давайте до гаража доедем. На самом деле, вот, и, ребят, вам огромный респект. Я знаю, что вот вы меня смотрите, лайкаете прям. Я, конечно, напоминаю, да, вот так вот. Вот. Но я знаю, что вы у меня очень такие прям активные, дружелюбные. Поэтому, ребят, огромный вам респект. Просто от души. Еще даже вот, считай, я сколько? Практически 9 месяцев не снимал. Но вы все равно меня просто очень сильно поддержали. Прям на первых роликах, ребят. Огромное вам всем спасибо. Просто вас всех очень люблю. Просто вот каждому бы руку пожал. Просто каждому. Так что, ребят, всем огромное спасибо. Всем пока-пока. Надеюсь, вам серия понравилась. Я, конечно, не особо, конечно, она эмоциональная, может быть, была. Потому что, как я уже сказал, у меня там сын в соседней комнате спит. Поэтому не получилось эмоционально что-то так высказывать. Но, надеюсь, серия получилась такая, знаете, как ламповая. Вот, как говорят. Надеюсь, серия получилась ламповая. Давайте, ребят. Всем пока-пока. До скорой встречи. С вами был ваш Мангуст и компания Мангуст Автотранс.